Всем привет, это Демики Черного Копателя. Я теперь вам конкретно говорю, что Украина это страна без мужского начала. Значит, они там объявили оккупантам, знаете кого? Чебурашку! Нашего чебурашку из фильма! И вообще, чебурашку из мультиков объявили просто оккупантам. Пишут, значит, якщо любишь чебурашку, иди на свою рашку! Вот так вот они пишут. А мультфильм Маши и Медведи, значит, тоже у них под запретом или испорицанием, или как? Значит, и с каждым днем становится понятно, что вот в этом соседнем государстве правит совершенно русофобский режим. Значит, и функционирование всех органов власти становится похожим на жизнь в женской общаге. Поясню, поясню, почему вот страна без мужского начала? Смотрите, все познается в сравнении. Вот были у нас, значит, Первая и Вторая Чеченские войны. Первая и Вторая Чеченские войны в 90-х. Значит, с кем мы там воевали, с кем Россия там воевала? Это был внутренний конфликт и так далее, но все равно это считается война. Первая и Вторая Чеченская. Мы воевали с чеченскими, с бородатыми мужиками, с волосатыми руками, с абсолютно такая маскулинная военная культура. Значит, это военно-патриархальное общество, да, мужчины. Даже женщины, которые там у них принимали участие, снайперши, все равно они приобретали мужские черты. Немногословность, значит, решительность. С детьми они не воевали, в принципе, они воевали только с солдатами и так далее. Нет, были, конечно, там отморозки, типа Басаева и прочих, 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 которые захватывали больницы, Буденск. Все это мы помним, Норд-Уаст, мы это все помним. Вот, но, 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 это были, так сказать, диверсионные акции вот этих самых непримиримых чуваков, против которых воевали, воевало уже потом основное население Чечни, представленное Рамзадом Ахмановичем и его батей, значит, Ахматом Кадыровым, да, Ахмат Сила. Вот это все. И, ну, и закончился конфликт, в конце концов, закончился, победили этих шайтанов, всех их, всех переловили, всех перекончали, кто-то разбежался в Европу, на Украину, все. Но такого, чтобы вот, какая-то такая вот русофобия, такая вот, именно русофобия, такого у чеченцев не было. Нет, было, конечно, но я настаиваю, что именно русофобию, именно в Чечневом, именно во время этого конфликта, завезли туда именно украинские бандеровские наемники, которые там были, вот, на Украине. И вот именно они, вот это все, значит, русня, прочее, это вот все они туда привезли, и там они раскручивали. Потом они это все обратно увезли к себе на Украину, когда убежали из Чечни, и это все там начали буйным цветом, значит, рассаживать по местам уже, обычным своим гражданам, насаживать дальше. Смотрите теперь, какие наши нынешние противники в лице украинских пасуканов, да, и политиков, и прочее, прочее. И верхушки, что самое характерное, верхушки. Значит, против них, кстати, мы воюем вместе с чеченскими бойцами из Ахмат Сила и так далее, да. Чеченские батальоны, они против вою... вместе с нами воюют против этих русофобов. Русофобия. Мелкие подколы не по существу. Неудержимые фантазии по развалу России, которые там Арестович и этот самый Подоляк выражают, и Зеленский, все вот это вот они, верхушка, да, транслирует вот эту всю дрянь. Огульное обвинение всех 100% россиян в том, что они виноваты, и все будут страдать, и, так сказать, все проклятия из страны Украины на головы всех россиян посылаются. Всех, абсолютно всех, 100%. Вот это современные черты нынешних бандеровских боевиков. Вот эта вся бандеровщина, она в этом выражается. Дальше. Поскольку на Украине военным задачам у них подчинены вообще все сферы, потому что у них там введено военное положение сейчас, да. Вот. И делается это все, знаете, как вот, ну вот, в Течне делалось как-то по-своему, да, по-мужски. По мужскому типу принимаются решения. Значит, как, что такое мужской тип принятия решений? Так, давайте сделаем вот это и побеждаем. Мы делаем вот это и побеждаем. Вот так принимаются решения в мужском коллективе, в мужском обществе, в мужской среде, да. А на Украине сейчас любые, значит, решения или даже вбросы, я бы даже сказал, даже не решения, вбросы, они предпринимаются по женскому типу. Знаете, такое, а давайте, может быть, попробуем вот это и посмотрим, что получится. Вот это чисто женский тип решения или участия в конфликте. Базарный женский такой тип решения. Дальше. Всему этому сопутствует и такое бурное КВНовское прошлое этого маленького фюрера, значит, нынешнего киевского президента, начальника этого режима. А, знаете, команда КВН что это? Это молодость, студенческий задор, желание поюморить и понравиться, понравиться девушкам в соседней женской общаге, да. Вот все вот это вот молодость, юность и, так сказать, вот это вот. Вот. Ну, поэтому стиль взаимодействия внутри этого, значит, коллектива, верхушки киевской, он очень, он перенесен оттуда из студенчества, из КВНчества, из вот этого всего, чтобы понравиться девушкам, ну и так далее. Он перенесся просто на это украинское самоуправление, самодеятельность. И, в целом, нынешняя украинская власть, она, знаете, на кого похожа? Она похожа на такую девицу-институтку, которая приехала, поступила каким-то образом в столичный вуз, поселилась там в общежитии, ну а привезла с собой весь этот скарб в виде своего сельского прошлого. И отказаться от своих сельских привычек, вот этих всех, именно сельских привычек, вот этот манер, это значит отказаться от своей идентичности. Она не хочет, она не хочет, она хочет, наоборот, все вокруг себя, значит, все вокруг себя, чтобы было таким, да. Ну и так оно и получается, значит, чтобы перерасти, повзрослеть и превратиться в взрослого человека, для вот такой провинциальной барышни это не вариант. А вот привычка интриговать, пускать сплетни, подхихикивать, лгать, изображать невинность, вот, в среде такого женского коллектива, да, общежития, женское общежитие, вот, это нормально, это достойный способ существования. И дошло, дошло уже до того, что они объявили бойкот российскому семейному фильму «Чебурашка». Вот, то есть, а самого вот этого плюшевого зверяка, нарисованного компьютером, они окрестили уже оккупантом. Якщо любишь «Чебурашку», поезжай на свою «Рашку». О чем это говорит, что их собственное, какое-то самосознание, или сознание, значит, национальное, настолько слабо, просто слабо, настолько, что, значит, оно видит угрозу абсолютно во всем, что приходит с востока, да, из России. Во всех образах, все мнения, любые идеи, любые мысли, все, что возникает в России, в том числе и «Чебурашка», как вот фильм, да, это все оказывается для бандерасского режима просто опасным, потому что имеет русскую идентичность. Вот только поэтому. Значит, дальше. Именно вот это вот отношение, да, ко всему русскому русофобству, это и называется «огалтелый шовинизм». Это вот типичное, такое, как вот из словаря из учебника. «Огалтелый шовинизм», «ксенофобия», «ультранационализм». Вот это вот и есть. Все вот это вот и есть, что представляет собой украинская нынешняя верхушка и власть, и которая, значит, болезнь распространяет эти бациллы во все сферы общества. Это все, к сожалению, но по факту так и есть, мгновенно подхватывается электоратом, все вот этим контингентом, москаляку-нагеляку, оккупант-чебурашка. Вот, а поскольку все это население, оно само по себе местечково-сельского происхождения, без прослойки даже интеллигенции. Вы должны понимать, что на Украине просто нет такого понятия, как интеллигенция. И в принципе не было. Есть понятие «московская интеллигенция», «питерская интеллигенция», и вообще «российская интеллигенция», но такого понятия, как украинская интеллигенция, его просто нет. Есть просто, значит, сельское население и городское население, но которое тоже в бывшем прошлом, оно тоже сельское. Все. Нет интеллигенции. Дальше. И оно вот так вот охотно, вот эти знакомые транспаранты, знакомый стиль борьбы, оно очень с удовольствием это воспринимает. Дальше. Вот и проявляется именно женская гендерная составляющая всей этой украинской искусственной нации. Значит, это все работает по образцу сельского буллинга, когда девицы неумные, сельские некрасивые девицы начинают вдруг цепляться к словам, образам и мыслеформам, и начинают всем общежитием завидовать умной, красивой девушке, и травить ее начинают за то, что она умна и красива. И так же вот с Чебурашкой поступили, понимаете? Но пусть он мил, Чебурашка, пусть он родом из России, то настоящим украинцам его любить нельзя. Нельзя. Все, все. Вот они так решили. Понимаете? Не сердцем, так умом. Они так решили. Или умом, но не сердцем. Только настоящий мужчина, да, маскулинность, только настоящий мужчина оценит красоту, да? Только настоящий мужчина выберет себе во враги сильного противника, сильного, да? Солдат ребенка не обидит, а лишь слабая нервная женщина, такая, знаете, вот, закомплексованная, она будет дико-дико нервничать, дико трястись при виде красивой дамы, да? И будет ее оскорблять и очно, и заочно, и даже ее детей будет оскорблять. А то, что наш Чебурашка, это просто наш общероссийский малыш, это совершенно очевидно. Вот поэтому я и говорю, что Украина, это страна без мужского начала. Мы фактически воюем вот с базарной бабой, которая бегает в сарафане и кричит. Ай, 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 нас бьют, ай, нас бьют. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? У меня на этом все. Спасибо. Пока.